Здравствуйте, дорогие коллеги! Час назад я получил письмо от Натальи Тимофеевой. Она спрашивает, где можно посмотреть варианты оформления курса и другие вопросы. Вы их видите. Я сейчас на них все отвечу подробно. Итак, вариант оформления курса. Допустим, вот этот курс, я показывал вам его вчера, как создавать тест. Он выглядит вот так. У него есть этот гамбургер. Это меню скрытия блоков, и он выглядит так. И у него такой желто-синий дизайн. Я сказал вчера, что можно этот дизайн, это оформление изменить. И предлагал вам спросить, и вот вопрос поступил. Делается это так. Если у вас есть роль учителя в вашем курсе, допустим, это ваш курс, то в этой шестеренке можно включить, редактировать настройки. Настройки курса. Вы помните, что у него есть название. Так, тут надо изменить. Это дополнительные материалы. Так, ну это мой курс. Не обращайте внимания на мои настройки. И самое главное, что вы, как преподаватель, имеете возможность изменить внешний вид вашего курса. Вот это есть у каждого преподавателя-педагога. И тут есть тема лямбда и тема буст. Давайте посмотрим на вот эту тему буст и сохраним. Как видите, все очень просто. Страничка немножко дольше обновляется. Перезаписываются кэши в памяти вашего компьютера. Протовременная память, она позволяет ускорять время загрузки. Теперь эта страница будет грузиться быстрее. И вот так изменился дизайн. Как видите, он светленький, компактный. Тут логотип наш остался. Электронные курсы. Но его тоже можно заменить при желании на какой-то другой. Это мой вопрос администратора Moodle. Но что мы здесь получили? Чистую белую страницу, где расположен курс. Вот название секции. Вот вторая, третья. Тут один тест. Вот этот наш гамбургер остался. Как видите, с левой стороны колонка. С блоками курса. Вот это называется блоки курса. Напомню, она осталась слева. Тут преподаватель может настраивать. Смотреть оценки. Точно так же будут видеть оценки ваши ученики. Если этот блок не нужен, вы скрываете. Это был первый ответ на ваш вопрос. Но давайте его дополним. Редактировать настройки. Выберем другую тему. Внешний вид. Повторю, это можете вы делать самостоятельно в ваших курсах. И вот тема лямбда. Она выглядит вот так. Это тема лямбда. Так, давайте еще раз. Редактировать настройки. Так, я на даче у меня сосед заиграл. Извините, я опять на даче работаю. И не устанавливать принудительно. Это третий вариант темы. Который выглядит вот так. Какой вам нравится, такой выбирайте. Я так думаю, что вы скорее всего захотите выбрать в настройках курса тему БУСТ. Светлую, независимую, чистенькую. Вот такую тему БУСТ. Это решать вам. Это я закончил ответ на первый вопрос. Можно ли открывать тест и второй урок только после просмотра первого? Как это сделать? Замечательный вопрос. Допустим, у вас есть тест. Давайте мы добавим еще один тест. Это чисто для демонстрации. Включу уже режим редактирования. И добавлю тест. Чисто для демонстрации. Вот так. Редактировать, дублировать. И появился дубль или копия второго теста. Вот какое-то время потребовалось. Я, допустим, хочу ее перетащить вот в эту тему. И, допустим, он будет называться тест 2. Тест 2. Энтер. И вот необходимо предоставить доступ к тесту 2, да и к самой теме 2, только после того, как будет выполнен тест 1. Делается это элементарно просто. Давайте уточним вопрос. И тест, и второй урок. Вот, допустим, вот это понимается как второй урок. И давайте мы, оставаясь в режиме редактирования курса, у этой темы есть варианты редактировать тему, нам сейчас нужен. И, дорогие коллеги, ограничение доступа. Вот эта вот функция есть у вас. Добавить ограничения. И тут завершение элемента. Тест 1 должен быть выполнен. А если вы хотите, чтобы он вообще не видел, то еще и закрыть ему глаз. И тогда ученик даже и не узнает, что есть тема 2. Или оставим так. Посмотрим, что произойдет. Сохранить. Все, ученик увидит вот это вот ограничение. Недоступно, пока не выполнен элемент курса. Тест 1. Ну и все. В принципе, это был второй ответ. Если же нужно ограничить доступ не к уроку, а к тесту самому, пока не выполнишь тест 1. То делается точно так же. Редактировать настройки. Ограничение доступа. Добавить ограничение. Завершение элемента. Тест 1. Сохранить. И вернуться к курсу. Вот мы ввели 2 ограничения. И на урок. И на тест 2. И они становятся, соответственно, серым цветом. Пока ученик не пройдет успешно тест, то доступа не будет. Замечательно. Идем далее. На следующий вопрос. Мне нужно, чтобы дети решили задание, а не ответили на тест. Как они эти должны решения присылать? Ну, я уже рассказывал, что для этого вы, наверное, не видите мои инструкции. Давайте посмотрите-ка. Я уже это рассказывал. Посмотрите, пожалуйста. Я уже показывал, как можно это сделать в нашем курсе. Связь почтовая рассылка. Есть, есть ли ученик. Ну, давайте я еще раз кратко расскажу. Если нужно просто чисто тестовые, письменные или какие-то устные задания. Давайте добавить элемент. Давайте я еще раз расскажу. Только не в тесте в этот раз, а в домашнем задании. Вот. Добавить. Ну, назовем его кратко ДЗ2. Так. Домашнее задание. Вообще рекомендую покороче использовать. Но в пояснениях прописывать все, что требуется. И вот в домашнем задании они могут здесь преподавать. Для них разместить какие-то инструкции, файлы, презентации, чтобы они поняли. Может включить или выключить время начала, время завершения. И тут варианты. Или он пишет ручками в поле без файла. Или пишет ручками, пальчиками и в файл представляет. Или только в файл. Выбирайте. Можете установить лимит слов, если это ответ в виде текста. Например, не менее 500 слов он должен записать или убрать. Типы отзывов. Это то, что вы им будете представлять. Так. Мы будем просить от них файл. Размер файла. Ну, 500 это... Коллеги, давайте поскромнее. Аккуратнее этим пользуйтесь. Ну, допустим, 5 мегабайт. Это для Верда достаточно. Параметры ответа. Вот здесь вот... По умолчанию выключена кнопка отправить. Пока он не нажмет ее, не будет отправлено домашнее задание. Например, он разместил черновик, но не уверен. Но когда он будет уверен, он нажмет кнопку да. Поставим да. Условия ответов по умолчанию стоит нет. Если будет да, то... Ему появятся условия, что типа это вы сами делали. Вы обязуетесь выполнять кодекс чести и так далее. Что это не какая-то краденая чужая работа. Попытки можете запретить. А можете два варианта. Вручную кому-то разрешить, кому-то не разрешить. Или автоматически до проходной оценки. Ну, допустим, вручную. Максимальное количество попыток тоже можно ограничить. Это разные вещи. Новые попытки максимальные. Ну, допустим, одну еще попытку. Групповой ответ хороший, но нам пока не нужен. Про него никто не спрашивает. И вот уведомление, о чем спрашивает Наталья. Мудл обладает такой возможностью уведомить преподавателя на почту, что Василий Петров разместил домашнее задание. И ссылочка, где он это разместил. Соответственно, и студенту, или ученику так же будет такое письмо, если преподаватель, педагог оценил эту работу. Ну, оценку здесь очень просто. Вы выбираете сами, какую нужна шкалу. Проходной балл. Сами выбираете. Это пропускаем. Общие настройки. Да, ограничение доступа. Можете, кстати, ограничить, как мы уже говорили, пока не выполнит тест 1. А еще и тест 2. Вот, видите, сразу вы сколько много узнали. Сразу два ограничения. Пока и тест 1, и тест 2 не выполнят, он доступ к домашнему заданию не получит. И, наконец, выполнение. Не забывайте, что по умолчанию стоит вручную, но на самом деле лучше выставлять условия. Пока не получит оценку, пока не представит задание. Можно еще и срок ограничить. И все. Теги компетенции пропускаем. Вам это не надо. Я знаю, как это делается. Но вам это пока 100% на данной стадии. Не надо для новичков. И все. Сохранить и вернуться в курс. Таким образом, домашка готова, но она недоступна, пока тест 1 и тест 2 не будут выполнены. Что же будет видеть ученик? Давайте я открою другой браузер. Вот если демо-демо сейчас начнет проходить тестирование, он увидит, что ему можно. Потому что он записан. Вот он быстренько проходит этот тест. Раньше он жил. Я работаю на... Заканчивает попытку. Завершает попытку. И все. Он получил 100 баллов. Снова возвращается на главную страницу курса. И вот он увидел, что тест 2 ему стал доступен. Но он его не прошел, поэтому ДЗ не видно. Он начинает это тестирование. Ну, это у нас тот же самый тест. Вы помните, я сделал копию. Раньше он жил. Я работаю на... Заканчивает попытку. И успешно проходит этот тест. Все. Он тоже получил 100 баллов. Заходит снова на главную страницу. И увидел наконец-то свое ДЗ-2. Открывает. Добавляет ответ. Ну, пишет текст. Ой, там текст. Ух, 500 знаков, кажется. Сейчас проверим. Пишет текст. Прилагает файл. Лучше перетащить, но можно и... Вот. Давайте лучше перетащить. Я открою проводник. Windows E. Вот он, я открыл. Проводник. Надо уметь перетаскивать. Вот, допустим, вот этот файл. Он прикладывает. Опа, слишком большой. А, у меня там ограничения. Понятно. Moodle не хочет. Не хочет. Давайте попроще какой-то файл. Но, допустим, вот эта картинка с моим микрофоном, который я сейчас говорю. Вот так ученик загружает свой файл с домашним заданием. Оп. Загрузилось. Сохранить. Вот. Это у него черновик. Это черновик. И может отредактировать, удалить. Если уверен, нажимает отправить на проверку, то вот как раз ему задается прочесть. Это мой собственный. Вы уверены? Да. То есть, Moodle требует от него честности. Продолжить. Все. Нажал продолжить. Направлено для оценивания. Теперь он ждет учителя. Тут он может написать свой комментарий. Если надо, прошу проверить. Может не писать. Это такая переписка с учителем. По домашнему заданию. Что происходит далее до сайта? Ну-ка, посмотрю я почту свою. И в почте, оказывается, пришло письмо. Моментально Moodle отправил письмо. Одно письмо преподавателя, одно письмо самому ученику. Ну, мне там совпадают адреса. Вот преподаватель открывает, видит ААК ДЗ-2 и когда отправил. И учитель переходит для проверки. Как он проверяет домашку. Вот он видит, что один участник всего. И он представил в задание. Оценка. Хорошо. И преподаватель смотрит эту его. Видит комментарий. Так. Оценка. Допустим, он посмотрел вот этот текст. А, я не выставил 500 символов, поэтому такой короткий текст. Так. Открывает это задание. Скачивает его. Что там за задание. Вот это задание. Он прислал картинку с моим микрофоном, допустим. Ну, и ставит ему оценку, к примеру, 4. Так. По пятибальной шкале. Отзыв в виде файла. Помните, было написано, что преподаватель не просто ставит оценку, но и еще отзыв в виде файла. Но, допустим, вот тоже картинку, даже видео какое-то ему сюда размещает. Это все от демонстрации. Вот, ему даже видеофайл разместил. И все, тут галочка сообщить студентам, что проверено стоит по умолчанию. То есть, студент, ученик, получит уведомление на почту. Он же ждет, волнуется. И тут два варианта. Сохранить или сохранить и показать следующий, чтобы оценить следующего. Ну, сохранить и показать следующий. Но у нас следующего нет. Если бы были бы еще, можно было бы перейти на следующего. Вот и все. Что произошло в почте? И вот ученик получил, так, кто-то звонит, не обращайте внимания, ученик получил, что Юрий Николаевич Белоножкин дал ваш ответ, отзыв на ваш ответ на задание ДЗ-2. Ну, и вот ученик, когда снова зайдет сюда, он увидит, что оценено оценка 4 из 5 и отзыв видеофайла от преподавателя увидел. И, соответственно, у ученика в его оценках появятся его оценки за тест 1, тест 2 и домашнее задание. Как это все считается, я пока не рассказываю. Я надеюсь, вы спросите это отдельно. Как считаются оценки за курс в модуал? Ну, и, наконец, последний вопрос. Если я напишу новость и хочу, чтобы она рассылалась участникам курса, как это сделать? Очень легко это делается. Вы в каждом своем курсе всегда получаете вот этот форум объявлений. Давайте я выключу редактирование. Завершить редактирование. Вы открываете этот форум, добавляете новую тему, пишете какой-то заголовок, важное объявление, например. Это заголовок или тема, о чем. Здесь пишете сам текст и все. Можете сюда вставить какую-то картинку, оформление. Я сейчас не рассказываю, я уже об этом говорил, но могу повторить. Нажимаете расширенная форма, это только у вас есть. В этом случае вы можете нажать на галочку и письмо уйдет немедленно, но лучше не спешить отправить в форум. У вас будет 5 минут еще на редактирование. Вдруг вы ошиблись. Если вы захотите это свое объявление отредактировать, вы сможете это сделать. Например, что-то там где-то не так дописали, как это у меня было вчера. Вместо Галины написал. Калина, еще раз извините, здесь какой-то пишете текст. Прошу принять сведение, что занятие переносится и так далее. Ну, давайте тогда еще раз покажу, как сюда и картинки размещать. Выбирайте из хранилища, выбирайте файл из своих картинок. Какую-то картинку. А, нет. Ну да. Загружайте. Не включайте описание. И вот такой вот текст с какой-то картинкой вы можете отправить. Можете еще включить, когда оно выключится. Но это все уже детали. Через 5 минут это письмо улетит, отправится всем ученикам, которые записаны на ваш курс. Соответственно, любой ученик может, напомню, ответить преподавателю на это объявление. Вот он его читает. От кого может ответить на это объявление. Но не буду отвлекать вас от ваших дел. Спасибо за внимание. Жду еще от вас новых вопросов. До свидания.